Всем привет! Вы смотрите Стмеги ТВ и с вами вновь Евгения Радина. Предлагаю устроиться поудобнее, а теперь представьте, что вы в Израиле. Сарид Хадад, героиня этого еврейского пульса, титулованный «Голос Израиля». Сарид поняла, что хочет петь, будучи еще совсем маленькой, но сначала она выучила гаммы, причем сама. Теперь она умеет играть на фортепиано, органе, аккордеоне, гитаре и дарбуке. Строгие горско-еврейские родители сначала были против того, чтобы дочь пошла в артистки. Сдались после выхода первого альбома. Сарид тогда было всего 17. Следующей ступенькой к успеху стало «Евровидение». В 2002 году в Таллине она исполнила песню «Light a Candle». В Америке девушка стала настоящим тренд-сетом. Она помогла открыть для себя Израиль многим заокеанским звездам. В дорогих кошерных ресторанах тогда включали именно ее песни. В итоге фанаткой Сарид провозгласила себя сама Мадонна. Вокальное достояние Израиля часто приглашают и на концерты, посвященные Дню независимости страны, в том числе и в Россию. Здесь ее очень любят, и Сарид отвечает заимностью. На одном из своих выступлений израильская певица исполнила песню «Примадонны» российской эстрады Аллы Пугачевой. Сарид также может спеть на фарсии, иврите, грузинском и арабском языках. За последнее ее полюбили и в соседней Иордании. Из открытых источников мы выяснили, что концерт звезды стоит порядка 45 тысяч долларов. Но назначать его на субботу не стоит. Сарид не нарушит шаббат ни за какие деньги. В копилке достижений у певицы 22 студийных альбома, и она готова выпустить новый. У нас эксклюзив. Мы специально для вас перевели песню «Возвращаюсь в покаяние» на русский язык. Ищите на нашем сайте stmegi.com. Это была программа «Еврейский пульс» и я, Евгения Радина. Держите руку на пульсе вместе с нами и смотрите Стмеги ТВ. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok